Кира, добрый вечер. Глубокая переработка сырья агропромышленного комплекса задача на ближайшую перспективу. Ее определил глава государства как приоритетное направление развития отрасли на следующие три года. Цели амбициозные, но выполнимые. Вопрос лишь в том, смогут ли договориться чиновники и бизнес. И какие условия необходимы для последних, чтобы отрасль начала перестраиваться. Вы смотрите ток-шоу «Итоги». Меня зовут Сергей Гергель. Мы начинаем. Итак, в очередной раз президент делает ставку на глубокую переработку сельхозпродукции. Стране необходимо перестроиться с сырьевого экспортера на товарного. Срок обозначен в три года. Мультипликативный эффект очевиден. Это и новые рабочие места, и рост доходов населения, и рост поступления в бюджет, и усиление продовольственной безопасности страны. В целом профитов много, однако деньги вкладывать в производство никто не спешит. Легче просто вырастить и продать. Не нужно заниматься лишними проблемами, выстраивая логистику, ища рынки сбыта и так далее. Но самое главное – это длинные и дешевые деньги под эти проекты. Вкладывать свои последние кровные никто не спешит. И тут без мер поддержки от властей не обойтись, в том числе финансовой. Давайте вместе с экспертами постараемся понять, что мешает развиваться перерабатывающей промышленности в стране, и что необходимо для того, чтобы каждый вложенный бюджетные деньги действительно заработал в интересах всей страны, а не отдельных личностей. Предлагаю присоединиться к нашей дискуссии и вам, дорогие телезрители. Отсканируйте QR-код и пройдите по ссылке в мессенджер, где сможете написать к нам в прямой эфир. А еще к нам можно позвонить. Телефон вы видите сейчас на экране. Комментируйте и делитесь своим мнением. Я же представляю наших сегодняшних гостей. У нас в студии Тулитай Рахимбеков, эксперт агропромышленного комплекса, академик Национальной академии наук Казахстана, доктор экономических наук. Анас Бакожаев, депутат мажориса парламента Казахстана. Мирзахмет Уксигбаев, президент Национального союза сельскохозяйственных кооперативов Казахстана. Бауржан Ахметаев, заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП Атамикен. И Ахметов Шеймирден. Простите, Шеймирден Ахметов, заместитель директора департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции Министерства сельского хозяйства Казахстана. Вам всем добрый вечер. Благодарю, что пришли. Здравствуйте. Вот мы постоянно слышим об огромном потенциале агропромышленного комплекса. С периодичностью какие-то 5 лет, может быть, эта тема постоянно поднимается. Но где эти все перспективы? То есть мы постоянно говорим, но увидеть мы так и не можем. Почему? Ну, вы действительно, Сергей абсолютно правы. Одними заклинаниями, допустим, реализовать потенциал агропромышленного комплекса, который действительно огромный, одними заклинаниями мы вопросы не решим. К сожалению, пока мы ограничиваемся только призывами. Ну, по моим расчетам, сельское хозяйство Казахстана в состоянии прокормить 300-400 миллионов человек. Это огромный источник доходов государства, доходов сельских жителей, валютной выручки. Сельхозпродукция может стать второй нефтью страны. На самом деле это так. Но для этого нужны определенные, причем кардинальные реформы. Мы давно говорим о том, что нужна новая государственная аграрная политика в стране. Та, которая сегодня реализуется, она была разработана примерно в конце 90-х годов прошлого века. Условия были другие. Сегодня нужна новая национальная стратегия. Во-первых, инфраструктура производственная на основе кооперации. Нам нужно продумать и переделать систему субсидирования кредитования сельского хозяйства. И немаловажно это реформирование системы налогоблажения. Я уже примерно 30 лет, наверное, говорю о том, что самый главный тормоз переработки сельхозпродукции и вообще обрабатывающей промышленности Казахстана – это налог на добавленную стоимость. Стране нужно пойти на такой шаг и освободить все обороты по производству, переработке, реализации, экспорту, импорту, сельхозпродукции и продовольственных товаров от налога на добавленную стоимость. Эта мера будет равносильна практически всем мерам господдержки вместе взятой. Как будет пополняться бюджет? Если мы отменим НДС, нужно будет заменить его на другую проложку. По моим прикидкам, примерно бюджет будет недосчитываться порядка 200 миллиардов тенге. На этот шаг можно пойти. Через 2-3 года обратное поступление в бюджет многократно перекроет эту сумму. Мы отменяем НДС, но отменяем субсидии тогда, я правильно понимаю? Нет, ни в коем случае. Я еще раз говорю, в нормальную экономику вернутся обороты. Я вам сегодня уже некоторый раз повторяю, сегодня еще раз повторю. 70% оборотов сельхозпродукции между фермером и перерабатывающим предприятием, между фермером и торговлей, проходит в зоне серой теневой экономики. У нас не получится так же, как со строительной отраслью. Что у нас сейчас квартиры дорогие, говорят, опять вернуть НДС, и еще будут дороже. Вот именно. А я предлагаю, наоборот, уйти от НДС. Именно из-за НДС. Мы не получим, что мы все равно будем так же дорогой товар покупать? Такого не будет. Мы вот в Можилисе недавно... Я же говорю, экспорт, импорт тоже освободить от НДС. Самым простым же... Я отвечу на ваш вопрос. Сейчас в Можилисе рассматривается налоговый кодекс. Недавно наша партия, фракция, предложила как раз-таки инициативы по отмене НДС. И правительство в целом поддерживает, но с одним условием, что президент же поручил, что поэтапно субсидирование объем нужно уменьшать, переходить на дешевые кредиты. То есть правительство говорит, мы готовы рассмотреть такой вариант, но если на такой же, то есть соразмерно, субсидии будут уменьшаться. Но если так логически подумать, то есть если в перспективе правительство в 28-м году хотят полностью отойти от субсидирования, то есть если поэтапно мы идем, действительно, то, что Турли Тайсович говорит, мы можем это сделать. То есть в следующем году на ту... Отменив субсидии. Да, отменив... Нет, отменив часть субсидий. На ту разницу, которую не получит бюджет через отмену НДС. Тогда получается мы шило на мыло меняем или как? Нет, видите, НДС, во-первых, как Турли достаточно говорит, способствует тесной работе между поставщиками сырья и переработкой, это раз. Во-вторых, эту поддержку получат все. Сейчас же субсидии не все получают. Всего лишь маленькая доля фермеров получает субсидии. А вот эта мера поддержка, она будет распространяться для всех субъектов АПК. В НДС приведу очень простой пример. Сколько лет поручения высшего руководства страны по созданию продовольственного пояса Астаны? 20 лет. И ничего не сделано. Продовольственного пояса Астаны. Я всегда говорю, на внутренний рынок будут работать только мелкие крестьянские личные подсобные хозяйства. Почему? Как только вспоминали про это поручение, министры, чиновники бросались строить крупные теплицы и крупные откормочные площадки. Но предприниматель, который строит это, он никогда на внутренний рынок не будет работать. По двум причинам. Первое. Он взял кредит, ему надо возвращать. Он старается минимизировать затраты. А если он будет работать на внутренний рынок, это торговля, продавцы, машины, склады. Зачем ему все это? Приехала с России фура, загрузила, уехала. Вторая причина. НДС. Если он начинает работать на внутренний рынок, он должен платить НДС. А если он работает на экспорт, ту же Россию, бюджет его возвращает этот НДС. Вот и вся причина. Можно мне? На 40% возвращает эти. Можно мне? На 40% только возвращает. Не важно. Главное, что это возвращает. Давайте Минселько спускай прокомментируют. Я с самого начала начну. Как Твольте сказал, что у агропромышленного комплекса там перспективы большие. Можем прокормить большое количество населения. Но тут надо учитывать, что так считают не только мы. Все страны вокруг тоже так считают. И тоже принимают с абсолютно такие же меры поддержки. Но мы живем в конкурентной среде. В конкурентной среде живем. Поэтому у нас там не все так просто, что вот захотели и развились, и всех накормили, а сами остались там в достатке. Нет. Очень жесткая конкуренция. Вот мы все локтями, если так образно говорить, пытаемся вырваться. И что, что получается, то получается. Причем делаем, вы как сказали, ничего не делается, стоит на месте, ничего подобного. Вот статистику возьмите, посмотрите. Статистику развития агропромышленного комплекса, в том числе и переработки, динамика положительная есть. Нет, ну тогда чем объясните 20-километровую очередь производителей стихой, которые стоят в усах завода? А я объясню. Чем объясните производитель шерсти, который без ничего. Давайте специально каждый вопрос в отдельности тогда объясним. Я тебе скажу другую, просто обычную вещь. Конкуренты и другие страны говоришь. Россия. Прекрасно. Россия живет под санкциями не с 22-го года. Россия живет под санкциями с 14-го года, когда зашла в Крым. Да, да, да. Но за эти 10 лет они поменяли политику, и сегодня у них сельское хозяйство развивается. Пожалуйста. До 14-го года урожайно-зерновых они собирали 80-90 миллионов тонн. И если 100 миллионов собирали, радовались. Сейчас собирают 130-140 миллионов тонн. У них средний надой коровы увеличился в полтора раза. С 3 тысяч до 4 тысяч. А что мешало Минсерхозу Казахстан это сделать? Мы тоже как Россия закроемся от всего мира и будем только у себя внутри бориться. А что мешало Минсерхозу Казахстан это все сделать? Может быть, мы будем строить экспортоориентированную промышленность. Я правильно понимаю? Сергей, мы говорим об экспортоориентированной продукции, а сегодня Казахстан мало того, что начал завозить зерно из России, хотя мы говорили, мы в первой пятерке зерновых держав. Мы сегодня еще сырое молоко на переработку завозим из России. Ничего подобного, мы не завозим сырое молоко. Это может быть, на границе кто-то там цистерну зовет, может быть. Хорошо, все-таки к главному давайте вернемся, мы сейчас зароемся в эту проблему, да? К главному давайте вернемся, что все-таки, что нужно тогда вот? Что необходимо вот нам для нашей отрасли? Хорошо, НДС мы отменим. Заменим НДС, отменим субсидии. Тоже эту часть, то есть получается, ну равновесно мы ничего, по-моему, не получим. Вот я вот как раз хочу, что мы... Нет, субсидии получают другие участники рынка по другой деятельности. Тут-то мы говорим о отмене НДС для всех, кто участвует в этой цепочке, для всех. И, кстати, мы получим хотя бы на 12... Ну, заобьем, на эту же сумму мы отменим. На эту же сумму, но получателей там мало. Сергей, 12% НДС отменим, мы получим хоть на 12% снижение цен. Элементарно. Вы думаете? Конечно. Я вот лично сомневаюсь. У вас дефляция в стране как-то не приживается вообще? Да, я тоже не думаю, что это так просто, что взял все налоги, отменил, и у нас там все рванет. Ничего подобного. Там очень сложно. Абердит, не передергивай, я не говорил все налоги. Я сказал НДС. А вот что, насчет того, что делать, да? Вот мы говорим реформы, реформы. Да делали мы эти реформы, что толку с этих реформ? Давайте вначале непосредственно конкретные проблемы, которые сейчас стоят, решим нашего села, нашего... Так они, по-моему, у нас проблемы вот этой перетекающей из года в год, они не меняются. Главная проблема в чем? Вы правильно сказали. Это финансирование, чего не хватало, да? Эту задачу мы решаем. Вы знаете, не хватает грамотного финансирования. Потому что мы деньгами можем залить все, но будет ли от этого толк? Я вот вначале сказал о том, чтобы каждый бюджетный тенге начал работать так, как он должен работать. Безусловно, нет, смотрите. В период министра Мамотбекова реализовали мясную программу. Всем дали по программе собакать деньги. Когда у финансового регулятора, то есть у кредитной организации была возможность в договор прописать, что выращенное, так сказать, мясо, он будет сдавать в какую-то переработку, когда у государства была возможность обязать этими функциями, никто же не ширинул пальцем даже. Понимаете? Это же упущение, опять-таки. Вы правильно сказали? Грамотное финансирование. Вот смотрите, Сергей. Куда все глядели тогда? Сергей, с 2003 года апробирован механизм субсидирования ставки вознаграждения перерабатывающих предприятий, но целевой для закупа сельхозсырей отечественных. Вы это делали? Один тенге субсидий приносил в отрасль 14 тенге кредитов банков. То есть это частные инвестиции. Вот вам, пожалуйста. Президент дал поручение довести кредитование фермеров. Давайте другим участникам дадим. Дайте договорю, потом вообще. Он поручил довести до полутора триллионов тенге кредитования фермеров. Правильно? Было такое поручение. Что можно было бы сделать? Дайте полтора триллиона тенге, пусть возьмет в банках кредит тот же, а какая через кредитные товарищи... А как кто же возьмет? Нужен залог банку. Понимаете, не все хотят перед банком. Нужно отвечать. Нет, АКК берет в банках деньги, полтора триллиона, такой объем будет где-то 10% годовых. Правильно? 150 миллиардов тенге из тех субсидий отдайте, просубсидируйте до нуля и кредитуйте через кредитные товарищи. Все, проблем нет. Полтора триллиона кредитные ресурсы решатся. Да, давайте. Или уже мысль забыли? Ну, я в целом, то, что коллеги говорили касательно снижения НДС, ведь такая практика уже была. Помните, когда во время пандемии многие страны снизили НДС как раз-таки для перерабатывающих предприятий, для того, чтобы социально значимые товары производить. Ну, то есть, это хорошая практика, в принципе. Поддерживайте. Поддерживайте, это будет работать, да? Да, можно. Можно мне, да? Да, грамотное финансирование – это одна сторона, да? Это очень важно. Важно, безусловно. Тюльтар Саташ говорит, вот это вот субсидирование ставки вознаграждения, это вроде как отличный механизм, привлекает на один тенге, там, четыре тенге с банка, но вот упирается в то, что вы сказали. Крестьянам сложно получить кредит в банке, чтобы использовать эти субсидии. Проблемы там очень много, потому что в год этих субсидий иногда хватает, иногда не хватает, а взявшие в банке кредит, потом приходится всю сумму банку оплачивать. Но опять же, возвращаясь, как Анна Сахадович сказала, что вот эти субсидии для избранных, то есть они не всем. Конечно, конечно. То есть, понимаете, кредиты, может быть, тоже не для всех будут, но они будут справедливы. Нам надо смотреть. Теперь, какое решение сейчас внедряется, да? Не тот механизм, который сейчас, субсидирование ставки вознаграждения, а прямое кредитование. Прямое кредитование фермера. Прямое кредитование под 5%. Да, 5%. Мы это все слышали, Сергей. Вот я просто поясню хочу. Сам себе противоречит. А прежде чем получить кредит, крестьянин какой залог предложит? Гарантирование механизма. Нет, Сергей, давайте так. До 80% гарантирования. Мы не будем говорить о тех, кто имеет залога, не имеет. Вот история. Никто же не учитывает историю. Финансовый институт, который выдает деньги, приходит заемщик. И когда он просит деньги, есть у него залоги, он соответствует. Когда он просит деньги, есть у АКК максимальная возможность все требования вписать в договор. А почему они не делают? Они не заинтересованы. И самое главное, не заинтересованы. Потому что это усложняет ситуацию, создает якобы какие-то риски для предпринимателя. Понимаете? Для АКК спокойно спать, чтобы деньги вернулись и так далее. А с тем, чтобы эти производители связать с переработкой, надо сказать им, ребята, я тебе дам деньги, но ты будешь работать с этим предприятием. Или я тебе вообще не дам. Теперь заемщик приходит, получил деньги, в договоре этих требований нет, заемщик делает, что хочет. И все. Вот таким образом, даже те, которые имели залоги, получили кредиты, они наплевали, наплевали на всю эту необходимость. Что нужно работать с переработкой и так далее. Я говорю о крупных заемщиках, которые создали фермеры и так далее. Вот тот механизм, который я предлагаю, во-первых, это помощь перерабатывающим предприятиям. Полтора триллиона не смогут купить сырье. Но, в первую очередь, это помощь фермерам, потому что эти деньги пойдут к фермерам, у них будут закупать сырье. Понимаете? На полтора триллиона. Барсвот. Да. Спасибо за предоставленную возможность. Можно такие проблемы с вами высказаться. Дебаты такие идут. Ну, надо сказать, что агропромышленный комплекс и до независимости был драйвером экономики. Мы 15 республик кормили. Помните, да? Если историю взять. Но история-то тоже безотлагательная. Те же программы, которые были реализованы в период с 2010 года, на самом деле, по истечению пяти лет, мы к чему пришли? Мы пришли к тому, что этих же предприятий, которые крупных, которые индустриально мы поддерживали, мы их привели к финансовому оздоровлению. Опять эти же ставки кредитов просубсидировали еще раз, еще на 10 лет продлили им. То есть, сегодня, говоря об индустриализации сельскохозяйственной отрасли, мы забываем, что есть вот этот горкий опыт, да? И сегодня я смотрю, вот специально подготовился. Вот 28 июня правительство принимает комплексный план развития переработки сельскохозяйственной продукции. И ставит задачу до 26 года до 70% довести долю переработки. Я проболчу про эту цифру. Да, теперь, теперь, в текущей ситуации, там же пишут, что 40% производства мяса сегодня перерабатывается. По молоку 33%, зерновые 30%, масличный 45%, плодовощное 3% всего лишь перерабатывается. Теперь дальше, смотрите, есть в этом комплексном плане переработка сельскохозяйственной животной, как пример, говорю. Вот там три, всего лишь три мероприятия, это запуск не менее пяти инвестиционных проектов. Вот смотрите, собственные и привлеченные средства инвестора. Вот такая государственная политика. Дальше, создание сервисных заготовительных центров, тоже собственные и привлеченные средства инвестора. Откуда? Внедрение дополнительных инструментов контроля за качество. А что у нас фермеры не могут быть инвесторами? Вот смотрите. То есть вы хотите сказать, что государство должно за свой счет вам помогать строить бизнес или как? Вот теперь, смотрите, государство помогает. Ну помогает, да. Вот смотрите, 5% в льготной кредитовании. Кто его получает? Молочные товарные фирмы от 400 голов, птицефабрика от 5000 тонн мяса в год, предприятие мясного животного от 5000 голов, овощохранилище от 1000 тонн, хранение, фруктовых хранилище тоже 1000 тонн. Дальше, смотрите. Морозахмед, знаете, давайте вернемся сразу же, я поправку. То есть это те же предприятия, которые в 2010-х годах пришли к нашему оздоровлению. Я вот об этом говорю. Морозахмед, у нас даже на 400 голов товарные фирмы, их не нужно поддерживать, потому что во всем мире, насколько я знаю, более рентабельные от 1500 голов считаются. Это кто сказал? От 50 не считали? В Европу съездите, пожалуйста, от 50 голов развивается молочная товарная фирма. То есть, я разве не прав? Нет, вы не правы. Это как бы наоборот. Для внутреннего рынка молочные продукты, мелкие фирмерские хозяйства абсолютно могут справиться с этим делом. Наоборот, чем крупнее предприятие, чем более оно индустриализировано и так далее, у него затрат намного больше и себестоимость продукции намного больше. Ради справедливости... Амортизацию же никто не обменял. Ради справедливости месихоз, наверное, не против мелких фермеров. Просто месихоз таким образом хочет обосновать дефицит денег. На самом деле денег не хватает, и поэтому они категоризируют. То есть 5000 голов, 5000 туд и так далее. Понимаете, в чем проблема? У нас, Анастасия, согласитесь, что мы хоть куда будем деньги вкладывать, нам всегда денег будет не хватать. Нет, будет не хватать, конечно, но можно же деньги потратить с умом. Например, я говорю о кооперативных системах. Есть интегрированные системы управления, когда производители продукции объединяются в крупные кооперативы и становятся совладельцами переработки. Вот я вам скажу, Арлофудс... Фермеры, по-моему, неохотно идут, да, в кооперацию? Ну, надо сделать так, чтобы они шли туда. Арлофудс, европейский кооператив, объединяет всех 4-5 стран. Понимаете? И они являются совладельцами переработки. Значит, лишнюю прибыль они между собой распределяют. Это как раз-таки компенсация потерь, которую они имели на производстве. Это более устойчивая связь между производителем сырья и переработкой. Вот чего у нас не хватает. Мы забываем приватизацию 90-х годов. Когда первый развал Советского Союза произошел, тогда вот эти предприятия отдали кому? Работникам акции отдали, часть акции отдали основным поставщикам. Далее у народа не было возможности, чтобы это все как бы дальше провести. Крупные поставщики скупили за бесценных соцсетей эти акции и стали единственными совладельцами этих предприятий переработки. Вот что случилось. То есть мы никогда, не создав кооперативную систему управления в переработке, не создав кластеры, устойчивая связь между ними, мы никогда не решим задачу по переработке. Хорошо, у нас всего три года есть. Но к этому надо прийти. Мастер-хоз, я так понимаю, что головы полетят. Мастер-хоз не выполнил. Я сомневаюсь, что мастер-хоз выполнит эту программу. В 26-й год доля переработки 70% надо. Давайте я дам пояснение вот этой цифре, вот этому комплексному плану. Это ориентир, это работа, это мы должны спрашивать у чиновников достижения. Ориентир, а не закон там и не... Тогда, Шакей, вы мне ответьте на один вопрос. Вот кооперативные системы за 30 лет сельского хозяйства, хотя бы один проект был, который предполагает совладельцами определить самих производителей. Был такой проект? Никогда в истории Казахстана, современного Казахстана этого не было. Потому что никто в это не верит, к сожалению. К сожалению, что не верит. Я вам скажу, что никто не отрицает, что во всем мире кооперация развивается, она хорошо дает результаты. Но в нашем случае попытки, очень усиленные попытки были. Вы, наверное, помните еще во время Мирда Ахметова. Чуть ли не заставляли всех в эти кооперативники. Один год. Но без переработки. Один год. Без переработки. Без переработки тоже. Полгода. А я вот хочу сказать, если вы говорите, что мы не сделали, вот почему вы этого не сделали, например, вот сами взяли бы и сделали этот капитал. Почему его не сделали? Ведь вы видите, что оно не перспективно, не получается у вас, потому и вы не делаете. Хорошо. Сейчас вы получаете, что он найдет шаг в эти проблемы. Субсидия, вероятно, не дает по 25 тенге. Денег нет у народа. Государство, первые деньги, первый капитал должно государство влить. Сказать, вот на 20 лет вам серьезное предприятие переработки, вот теперь сами управляйте и сами делите прибыль. А вы помните опыт? Вот такой возможности не было. Миссер Кост такой возможности не дал никому. Вы же помните опыт, когда создавали сервисно-заготовительные центры, да? Закон ввели, специальные программы ввели. Это мелочи, это мелочи на уровне производителей. Шокей, это мелочи на уровне производителей. Как раз механизм-то, идея-то именно вот такая вот была, чтобы объединить и обслуживать. Господа, давайте мы все-таки вернемся к нашей теме программы, все-таки мы брали глубокую переработку. Я понимаю, что у сельхозтоваропроизводителей очень много проблем, которые нужно решать, но не без участия их самих. То есть они тоже не должны абстрагироваться от этих проблем. То есть кооперация предложили, то есть они должны тоже стремиться. Я не знаю, как должны заманивать туда, как вы сказали, да, какие профиты предлагать им, чтобы они вступали. Но если все, вот, вы понимаете, что кооперация-то выгодна. Пилотные проекты должны. Почему должен это кто-то делать, а не мы сами, вот, например, если кто-то. Смотрите, у нас сейчас аховая ситуация с зерном. Да, вот у нас в этом году шикарный урожай зерна, но девать его некуда, да? А перерабатывать мы его сами тоже не можем. Почему не можем? Ну, сколько мы можем? То есть сказали 30%. 30% с учетом того, что это, скорее всего, мука, например, там, да, там уж какое-то свое потребление, корм на корм животных, 30%. Остальное, у нас около 6 миллионов, по-моему, да, ежегодное потребление экспорта. Ну, если из зерна 4,5 примерно мы перерабатываем муку, макароны и все остальное, порядка 6-7 мы экспортируем. Нет, внутреннее потребление около 6 миллионов у нас, по-моему. Ну, 8 миллионов считается, даже с... 8 миллионов. На зерно это урожай. Получается, в 3 раза больше мы собрали зерна. Да. Если бы мы имели какое-то производство, давайте как пример, вот какие товары высокого предела можно получить из пшеницы. Помимо продуктов питания, перерабатывая зерно, можно получить непищевую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Такую, как биопластик, биоэтанол, биогаз, косметические продукты, экстракты при пшенице и пшеничной протеины широко используются в косметической промышленности. Также из пшеницы получают микроэлементы и ферменты для фармацевтической отрасли, а еще клей и покрытие. А вот солому используют в производстве бумаги и текстиля. Для меня стало вообще открытие, что оказывается солома, даже солому можно использовать. То есть вот у нас из этого всего какие есть предприятия? Что перерабатываем? Как раз я вот по этому поводу. Одно-два предприятия. Биоэтанол, я знаю, мы делаем. И то не работает, кажется. Почему не работает? Работает. Традиционных продуктов, тоже глубокой переработки, но не высокого передела, а вот обычных, которые мы сейчас производим и потребляем, с ними рынок насыщенный, очень сложно пробиться куда-либо. Пищевые продукты или пищевые? А вот те продукты, о которых вы говорите, действительно, они более глубокого передела, по ним еще рынок есть. И сейчас мы, чтобы вот это направление стимулировать, как раз решить проблему с дальнейшей переработкой зерновых и масличных, которых у нас тоже много сейчас, мы меры стимулирования предусмотрели. В частности, при создании вот таких предприятий, именно для вот такого передела, да, до 50% возмещения инвестиционных затрат. Но почему не идут? Почему не идут? Идут. Вот уже сегодня мы имеем три таких предприятия, это вот, скажем, которые сейчас уже производят. Три предприятия за 30 лет? Нет, ну, за последние годы, разве что Жаркенский ранее был, а в основном последние годы. Вот биооперейшн с 2018 года, Жаркенский крахмалопаточный завод. Биооперейшн работает с 2015-го, если я не ошибаюсь. Ну, они, в то время они начали строиться, потом стали, да, с 2018 года, вот, значит. Я же сказал, 2013-го. Вот, биооперейшн производят, там, кликовину, крахмал, Жаркенский крахмалопаточный, азиографод, вот, глютен, крахмал. Вот это вот то, что мы сейчас имеем. Кроме этого, вот эти, из-за этих мер стимулирования мы сейчас уже имеем проекты на подходе. Это Терияки в, здесь, в Астане, Костанайгрейн в Костанайской области, тоже такого же плана. И опять там один хозяин, один владелец. Понимаете, в рыночных условиях, естественная реакция предпринимателя купить дешевле. Тогда, когда производители сырья хотят подороже продать, у того, кто мог бы купить, у него политика купить дешевле. Как вы думаете, они состыкуются? Никогда, никогда. Поэтому во всем мире работает кооперативная интегрированная система управления. Когда все производители... Вот Тереус, французский, 12 тысяч производителей свеклы владеют большими заводами по переработке. И для них неинтересно, нет там одного владельца. Они сами управляют, сами определяют ценовую политику, сами контролируют процесс производства, экспортируют. И полученную прибыль делят между собой и компенсируют свои затраты. То есть, смотрите, мы опять возвращаемся не к НДСу, как вначале, а к кооперативам. Ну да. Вот как пилотный можно внедрить освобождение НДС через кооперативную. Моя аграрная политика, она должна состоять из трех частей. Первое. Создание производственной инфраструктуры сельского хозяина на основе кооперации самих фермеров. Это одно другому не мешает. Второе. Надо поменять систему субсидирования, кредитования. Не вот эти 50 видов субсидирования, про которые я вам говорил, про БК. Один-два вида, понятно. Работает, не работает, неизвестно. Оставить два вида. Одно то, что я говорил, 150 миллиардов тенге на субсидирование, ставки, вознаграждение по кредитам перерабатывающим предприятиям, и они полтора триллиона передадут фермерам. Потому что закуп сельхозсырья, значит, мы фермеров обеспечиваем, полтора триллиона тенге, как об этом говорил президент. И третий, это налог на добавленную стоимость. Отмените. Вот всего три шага. И сельское хозяйство... Реально поставлены задачи. Вместе с переработкой... Не, ну это должен правительство это реализовать. У нас только один человек говорит. Ну все реально. Не, задачи ставят один человек. Вот всего три вопроса. А предлагает все. Всего три меры. Поэтому у нас... Инфраструктура на основе кооперации, субсидирование, кредитование, оставить два вида субсидирования. И третье, это НДС, уберите. Вот, Сергей, далеко ходить не надо. Вот аграрный... А с вами просто мало остается. Да. Вы, как видите, решение, какие меры нужно предпринять, чтобы у нас... Я полностью согласен с Толитой Сатавичем, надо это применять. Но сейчас, если срочные меры, предприятиям переработки надо дать возможность оборотные средства получить. Понимаете? Я про это и говорю. Оборотные средства нужно как кредитную линию открыть. То есть он не должен думать, где залоги искать. Нужно ему сырье. Пошел в организацию, взял деньги, купил сырье и работает. Вот сейчас хотя бы на этом этапе мы должны это обеспечить. И переработчик, как городской предприниматель, он сможет поставить залог и взять кредит. Но так как я представляю кооперативов, я считаю, как в пилотном режиме можно освободить от НДС тех, кто кооперирует за... Ага. Шемердин, очень коротко. Лучше всего вообще. Очень коротко. Буквально в прошлом году для переработчиков не были доступны льготные кредиты по 2,5%, по которым северо-казахстанский опыт, да? Сейчас они доступны. Еще в прошлом году им не были доступны оборотные средства по 5%, которые на весенние полевые. Сейчас они доступны. В случае, если у них нет залогов, гарантированно сейчас у них будет доступно правило сейчас уже в работе. И вот этими шагами, конкретными шагами мы будем... Шемердин, в 2003 переработчики получали по 2-3% годовых. Потому что наше время истекло. Я надеюсь все-таки, что вот эти у нас 3 года пройдут не зря, что все-таки появятся у нас кооперативы, и мы сможем тот план, который определил нам президент, справиться с ним. На этом все. Наше19.